Приветствую выжившим! И да, как ты уже понял, мы будем играть во вторую руну. Всё же первая часть была довольно любопытной игрой моего детства. Там был интересный сюжет и динамичная боёвка, которая... Да и что там говорить! Игра и по сей день играется очень даже классно. Но что-то мне подсказывает, что вторая часть нас немного подвела, судя по обзорам в стиме. Но что ж, надо проверить, так ли это. Давай тогда начнём новую кампанию и посмотрим, что нас будет ждать на нашем пути. Насколько тут интересный сюжет и есть ли он вообще в этой игре. Так, у нас тут есть уже кооп-режим, что довольно круто. Но мы проверяем синглплеер. Так, новая игра. Создать персонажа. Так как это викинг, у него должно быть какое-то суровое имя, поэтому назовём его Валиком. Валик. Так, отлично. Что ж, у нас тут есть, судя по всему, только одно лицо на женского и мужского персонажа. Но, слушай, количество причесок и то, как у нас сделан персонаж, вполне себе неплохо. То есть, тут видно, что они уделяли внимание деталям. То есть, кисти рук, пресс, мышцы сделано довольно хорошо, как по мне. Так, давай тогда его кое-как настроим. Ну да, на статуировок довольно много. Но лицо, конечно, только одно, что довольно грустно. Так, и мы, пожалуй, поставим вот такую вот прическу. Хотя, погоди-ка. Такая вот есть. А свободная прическа у тебя только такая, да? Ну, вполне себе неплохо. Давай тогда на этом остановимся. Усы, наверное, сделаем вот такие вот. И бородка у него будет, пожалуй... А, давай, наверное, без бороды его сделаем. Отлично. Тогда... Давай тогда начнём игру. Лёгкая, средняя, тяжёлая. Рагнарог. Я думаю, Нормал нас вполне себе устроит. Рагнарог. Рагнарог. Что ж, и вот в наше начало игры. Да, конечно, субтитры, диалоги, они не перевели. Тут довольно грустно. Так как к сюжету мы сейчас особо не проникнемся, судя по всему. Передвижение довольно резкое, но... Ну да, довольно резкое. То есть не сказать, что персонаж у нас как-то так гладко передвигается. Так. Расти сворд. У нас тут есть лёгкая атака. И блок. Ну-ка. Ам... Слушай, а это точно руна? Может, это какой-то Конан Экзайл, и я зашёл? Или очередной выживастик? Я без понятия. Но да, мы тут добываем ресурсы, судя по всему. Но давай посмотрим, что там будет дальше. Так, олень. Олень. Погоди, погоди. Ну-ка. Попробуем его поймать. Стой, стой, стой. Куда ты побежал? Нет. Я его, судя по всему, не смогу догнать. Но здесь у нас какой-то алтарь. Так. А здесь у нас камень, который я могу добыть с помощью своего меча. Ну, может быть, в дальнейшем они это исправят. Всё-таки мечом разрубать какую-то железную руду. Такое себе занятие. Так, смотри. Из него какая-то сфера выпала. Ну и расчленёнки у нас, судя по всему, нету. Когда они валяются мёртвыми. Ну, может быть, в дальнейшем добавят. Но как-то мне вспоминается Солдат Удачи. Ну, может, помнишь такой шутер. Жутко кровавый. Господи. Были же раньше кровавые игры. А сейчас как-то особо-то даже и не встретишь. Так. А тут у нас какой-то бандит. Ну-ка. Попробуем поймать его стрелы. Ну. Слушай. Местами он попадает. Местами. Вот непонятно. Вроде бы заблокировали, а кровь пошла. Так. Ох ты ж получай, скотина. Отлично. Деревянные стрелы вытащили из себя. Так. И где, я извиняюсь, сюжет? Добудьте топор. Срубите дерево. Так. Какая-то у нас тут кузня, которую мы отремонтировали. О, господи, боже мой. Что они сделали с моей руной? С моей любимой руной. Так. Ну вот. Мы срубили тут дерево. Отлично. Еще одно. Так. И железное. Какие-то руды тут. Или не железные. Я без понятия. Так. То есть, теперь мы должны добывать железо. Или просто какие-то камни. Так. Вот у нас тут древесина валяется. Камни, камни, камни. Вот такой вот, значит, у нас сюжет, ребята. А, зашли поиграть в сюжетку. А нам тут говорят, добывайте ресурсы. Отстройте кузню. Так, погоди. Вот, мы отремонтировали ее. А теперь мы можем ремонтировать снаряжение. Так. Вот, мы можем прочитать, судя по всему, сюжет какой-то здесь. Руины старого Водекельда. Знаете? Почитаемые и проклятые. Зиму за... Ну вот, приятно, что они хоть что-то перевели. Хоть что-то, да, перевели. А, что-то... Вот, что касается реплектора. Или кто у нас там внизу разговаривает. На него они как-то положили болт. Грудь. Ам... Обрывки кожи. А, это в контейнере, хочешь сказать, было? Ясно. Открыли. Так, откройте инвентарь. Ага. А, надо разрушить вот этот вот меч. Смотри, вот он у нас. Оп. Теперь нужно что-то отремонтировать. Вот. Нам нужно создать молот. Вот у нас. Деревянный большой молот. А он действительно большой. Ну-ка. То есть, теперь мы можем отремонтировать вот такую вот построечку. Так. О, господи, я застрял. Мать твою. Дай мне выйти. Скотина. Подожди. Давай тогда возьмем топор и попробуем как-то выйти отсюда. Нет, нет. Судя по всему, мы застряли очень даже хорошо. А, господи, боже мой. Куда я попал? Давай тогда попробуем сохраниться и выйти в главное меню. Раз у нас такое дело. Так. И зайти обратно к своему персонажу. подтвердить. И посмотрим, что у нас будет. Да. Вот мы загрузились на то место, где мы были в начале. Вон у нас опять есть Rusty Sword, который мы можем поднять и, видимо, опять как-то сломать. Вот у нас есть тут чит. И погоди-ка. Ну-ка. А мы метать его можем? Можем. Постой, постой, постой. Давай подойдем поближе. А где там тот другой олень? Так. Куда он побежал? У нас тут ладья еще какая-то есть. Нет, разрушить ее нельзя. На какие-то доски. А, та-та-та-та-та-та-та. Стой, красавец. С первой атаки. Ты посмотри на это. Ну, правда, подпортили вот этот вот самый молот, но, слушай, возможно, это самый эффективный способ охоты. Подбегаешь такой коленью и метаешь в него свой огроменный молот. На тебе, скотина! О, господи, боже мой. Ну, хоть что-то веселое в этой игре есть. Так. Ладно. Нам надо поговорить с каким-то NPC, который появился, когда мы достроили ту лачугу, в которой мы застряли. Так. Вот, собственно говоря, это лачуга. А, вот у нас NPC. Отлично. Левел ап. Пока он там о чем-то разговаривает, мы можем прокачаться. Вот у нас есть какие-то скиллы, молния, какие-то тут... Я без понятия. Вороны. Ну, давай, пожалуй, откроем берсерк. Так. Это еще что? Ну, Соник Блаз звучит довольно любопытно. Поэтому давай, наверное, откроем его и посмотрим, насколько это эффективное умение. Так. Слушай, ну, действительно, ощущение такое, как будто я зашел в какой-то... О, боже. Сурвайл. То есть, это не имеет никакого отношения к руне, к той руне, которую мы знаем, с тем сюжетом. Это... просто использование... Пожалуй, очень наглое. Название той игры, которую мы все полюбили и все запомнили для себя. Так. Атрибут поинтс. Мы что-то не потратили. Так. Скиллы. А, вот. Виздом. Увеличивает защиту и какую-то божественную силу. Давай попробуем, пожалуй, свое заклинание. О-о-о-о! Смотри, как их откинуло. О-о-о! Неплохо, неплохо. Слушай, очень даже неплохо. Так, а у нас перезарядилось? Нет, 23 секунды. Ёлки-палки, он нас сейчас убьет. Так, 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 давай отбежим. Получай, скотина! Ах, ты ж нет, не умер. Так, а что у нас есть по оружию? Смотри, есть топор. Ах, ты ж скотина, промахнулся. А-а-а! Нет! Он нас одолел. Ладно, давай тогда... Мне понравилась божественная сила, если, конечно, вот это вот умение божественная сила. Давай тогда увеличим, наверное, виздом. Вот. Все потратим виздом, чтобы мы уже убивали с одной атаки наших противников. Так. А что, у нас тут оленей не появились? Нет? Нет, я их как-то не вижу. Видимо, всех оленей я перебил. Что ж. а вот, кстати, наш персонаж. Он восстановился? Оп. Отлично. Ух ты ж. Да что ты делаешь-то? Дай мне хотя бы отойти. Вот, у нас еще один меч есть. Отлично, отлично. Давай, забивай его, забивай. Так, вот у него тут щит есть. А-а-а, у тебя какое-то копье было? Оно куда-то улетело или нет? Я почему-то его не вижу. Так, смотри, нам говорят что-то исследовать. А, вот. То есть, это там, где ладья была. Постой. Давай добудем камешек. Жалко, нельзя взять в руки два меча. А вот нам говорят, что тут есть оказывается рукопашка. Ото! О, чай. Слушай, они сразу встают, когда мы проводим наши умения. Так, тихо, 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 тихо. Так что, скотина, заблокировал. Так, давай тогда, может быть, попробуем... Подожди, а это дружественный NPC или злой? А, нет, нет, не дружественный. На, получай тебя, скотина. Так, берем меч и начинаем его атаковать. Тихо, 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 тихо. Он вроде за деревом, поэтому, поэтому атака не прошла. Отлично. Слушай, а деревья его не убивают как-то. Падающие убивают, а не только нас. О, господи, что с ним происходит? Постой, постой, успокойся. Давай я тебя добью. Так, и вот мы, судя по всему, получили еще один уровень. Или мне кажется. Так, давай-ка посмотрим. А, нет, нет, уровень мы не получали. Так. Смотри, руна регенерации, руна здоровья. Отлично, мы их, судя по всему, можем поставить. А куда мы их можем поставить? Слушай, я без понятия, куда их можно поставить. Наверное, они как-то используются через инвентарь. А, ух ты. Любопытно. Это юно, руна какой-то ярости. А, ну вот, регенерация. То, что нам и надо было. Вот мы вернулись в свой лагерь. И да, если честно, я разочарован. Это довольно сильный плевок в лицо, особенно тем, кто играл в первую часть. Это просто очередной выживастик по типу того же Конан Экзайла. Только Конан Экзайл, мне кажется, даже будет интереснее, чем вот это вот не пойми что. Хотя, возможно, стоило поиграть тут в коопе и посмотреть, как игра чувствуется уже там. Так. А нас в очередной раз убили. И, судя по всему, тут какие-то элементы, Тауэр Дефэнса. То есть, нам надо оборонять какие-то обелиски от... Кто это вообще? Травлы какие-то? Или бандиты? Стой, стой, стой. Вот такая вот у нас атака. Отлично. Ах, ты ж скотина! Стой, 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 стой. Та, 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 тожди ты! Сколько их много! Подожди, подожди. О боже! Дай мне сделать хоть что-то! Так, ну, судя по всему, NPC наш спокойно с ними расправляется, и нам вообще не приходится ничего делать. Так, та, подожди. Слава богу, он за нас вообще сражается, а не против. Ааааа, нет! Слушай, надо просто отбегать и закидывать их мечами. Это, пожалуй, самая лучшая тактика. И ждать, пока у нас обновится наша способность, ну, с этим отталкиванием. Наносит она примерно по 20-30-40% здоровья, что, в принципе, довольно неплохо. И, кстати, да, мы играем на средней сложности. Если бы вы выбрали Рагнарог или тяжелую, нас бы там уже давным-давно убили. Отрубленная человеческая рука. Ах ты ж, скотина! Вот так! Ах тебе! Получай. Так, и что у нас тут есть? А еще одна отрубленная человеческая рука. А вот топор. Жалко, конечно, что нельзя их рубить. Ах, съедает наш труп. То есть, можно посмотреть влюбоваться в свой персонажа. Так. Ищите камень принуждения в центре острова. Я извиняюсь, что? Кого? Зачем? Ну ладно. Если он нам нужен, то, видимо, он нам нужен. Так. И строй. Это он имеет ввиду вот это вот? Нет, наверное, все-таки не вот эту постройку он имеет ввиду. Да-да-да, вот это вот то, что дальше. Давай к ней тогда подбежим и посмотрим, что вообще это за постройка такая, которую нам сказали уничтожить. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Отлично. Все, мы ее уничтожили. Теперь мы можем убежать отсюда, как истинные викинги. Так, что у нас? Погоди, еще одна постройка? Да сколько можно? Постой, 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 я застрял в палатке. Нет, 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 я вышел. Так, ну, да, там дальше получается еще один обелиск был, который нам надо было разрушить. Давай тогда сейчас заберемся и быстренько все сломаем. Так, ой-ой-ой, ой-ой-ой, нет, не хочу с вами сражаться. Во, отлично, обошел противников. Не зря я виздом прокачивал, видите, какой я тактик. Так, постой, но нам надо еще в ту сторону бежать, то есть, ааа, это получается в эту, Да, да. Хотя бы радует, что мы можем пробегать противников и спокойно уничтожать то, что нам надо по квесту. Так, а вы тоже сюда забираетесь, да? Ух ты. Ну да, то есть мы, ой-ой-ой, смотри, можно их собрать и просто всей кучей их уничтожить своей атакой. Так, 29, 28, ну, давай пока я попробую их закидать. Получай, скотина. Отлично. Вот, у нас есть топорик. Так, кто из вас еще ранен был? Ну, 15, 14, как-то долго все это идет. Давай сейчас лучше. Ааа, нет, нет, я не сюда хотел. Уйдите, ребята, уйдите. Убегите, глупцы. Слушай, им, судя по всему, просто насрать друг на друга. А оленя, вроде бы, бандиты атакуют, а вот драугуров, видимо, нет. Судя по всему, они как-то заодно выступают. Так, но, сейчас мы вернемся, и нам, наверное, дадут опыт. А там, глядишь, прокачаем новую способность. Или что-то в этом духе. Ну, то есть, нам нужно сразиться с каким-то боссом. Что? Где? А кто? Уничтожьте. Ааа, господи боже мой. Ёлки-палки. Хрена себе, он сильный какой. Так, и мы его не можем отполкнуть. Господи боже мой. Нет, я к такому дерьму не готов. Он им уже снес 80% нашего здоровья. И что-то как-то мне это не нравится. Давай, наверное, вернемся в лагерь. А, глядишь, нам поможет наш городской. Погоди-ка, олень, олень, спаси меня. Нет, олень убежал. Ладно, давай тогда приведем его в лагерь и посмотрим, что из этого выйдет. Так. Во, как раз-таки у нас откатилась способность. Мужик, спасай меня. Подожди, смотри, смотри. Отлично. Да, он начал с ним сражаться. Давай, давай, руби его. Ну-ка. Так. Все, все. Нет, на меня не смотри, смотри вот на вот этого вот мужика. Вот. Топор в брюхо. Или еще куда. Так, что у нас тут есть? Ржавый меч. получай. Погоди-ка, погоди. А где вообще куда этот меч попал? То есть... Ах ты ж, боже мой! Ты елки-палки. А может мы можем создать какое-то оружие? Да подожди ты! Смотри, он сломал нашу постройку. Фига себе у тебя атаки. Так, ладно. Мне это не нравится, поэтому давай его дальше закидывать. тем более у нас хорошо получается это делать. Так, 17 урона. Так ты, что ты будешь делать-то? Мужик, спасай! Отлично. Да елки-палки, как он теперь далеко прыгает. Так, и у нас есть... Подожди, 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 не атакуй, не атакуй. Давай, может, его закидаем уже до конца. Ах ты ж, скотина! Я-то думал... Судя по всему... Подожди, а опыт дали ему, что ли? За то, что он его добил. Судя по всему, да. Ладно. Нам нужно что-то создать, и это что-то у нас находится довольно далеко. Давай тогда я попробую... Так, умения. что у нас тут есть? А у нас ничего нету, мы уровень не получили. Слушай, мне кажется, действительно, он украл нас опыт. Елки-палки. Ладно, давай тогда тут разрушим половину предметов, которые у меня тут валяются в инвентаре. Так. Ой, зачем я разрушил кровавые повязки? так, ну вот, у нас есть кожаное наручье. И все. Это, в принципе, единственное, что я сделал. Так. Давай, наверное, так сделаем. И поставим это все вот сюда. То есть, теперь у нас много копий, которыми мы можем закидывать противников. ну, по крайней мере, это звучит как план. Так, стой. Ну, отлично, смотри. Ну, вроде как эффективно. Ладно. Противник номер два не попал копьем. Так, ну, отнимает, конечно, не шибко-то много. Так. Где копье? Где копье? Где копье? А, вот. То есть, время останавливается, когда мы вызываем наше окно. Поэтому так, тихо. Ах, ты же скотина. Какая у тебя атака. Все. И вот мы можем забрать свои копья обратно. Так, смотри, ржавый боевый молот у него тут был. А это еще что? Какая-то рука или нога? А, нога. Так. И еще одно копье, которым я промахнулся. Получено новое знание, кузнецы рун. Это, конечно, все хорошо, но... Так, новых умений у нас пока что нету. Смотри-ка. То есть, мы можем что-то создать. Что-то что-то создать. А где я тебе это создам? То есть, нам надо вниз, что ли, спуститься? Кстати, да, мы можем плавать. Так. Отлично. Но пока что... Слушай, я без понятия, где там это можно создать. А, крафт. А, то есть... То есть, ты мне предлагаешь зайти в изготовление и там создать плод. А, вот что ты хотел. Понятно. И теперь мы можем его как-то поставить. Сейчас, где у нас этот плод? Вот он. И вот мы его теперь выставляем. Слушай, но это уже какой-то форест. И... О, господи, как он быстрый! О, господи, смотри на этот ужас! О, боже. он какого-то на моторной лодке какой-то катит, причем даже моторная лодка не настолько быстрая. И у него тут даже нету дождей. А я могу остановиться и как-то вылезти. А, ладно, парус тут все-таки есть. Эх, ладно. Давай тогда поплывем в Мидгард. вот тут как раз-таки недалеко, 60 метров всего лишь. Нажмите Е. А, ну вот, загрузочка. Что ж, и вот у нас какая-то новая локация. Так, а ты еще кто-то такой или такая? А, судя по всему, дружелюбные NPC. Сейчас мы получили опыт. Ну и, конечно же, на уровень нам не хватило. Так, ну да, у нас тут новая локация. С какими NPC? Подожди-ка. Давай посмотрим на карту. Карта Мидгарда. Ну, слушай, большая такая карта, я хочу сказать. Немаленькая. То есть, они, по сути, взяли и перечеркнули весь сюжет. Но сказали зато, ребят, у нас тут есть какое-то оружие, которое вы можете крафтить. Более-менее, может быть, открытый мир. И, в общем-то, да, получите и распишитесь. На этом все. Новый уровень! Слушай, давай тогда посмотрим, что мы можем изучить. Так, то есть, смотри-ка, что у нас тут есть? Крит-шанс, либо увеличивать регенерацию жизни. А, нет, не можем, третий уровень требует. Ладно, давай тогда подождем действительно третьего уровня, и там уже все изучим, что только у нас будет. Так, обрывки кожи, а это еще кто? Какой-то... А, это бандит, судя по всему. Так, ну и вот, она предлагает нам сделать кожный доспех. Так, смотри-ка, кожный доспех, и... вуаля, мы его одели. И также у нас есть кожное наручье. Слушай, ну, выглядит, конечно, не шибко круто, но ведь это стартовая броня, поэтому что поделать. Так, а что у нас тут есть? Кожаная броня? Кожаная какая-то... какие-то поножи или что это? Так. Пять. А, смотри, какая-то легендарная тут есть. И он уже требует ценный металл. Давай сделаем кожаную броню, наверное. Она поэффективнее будет. А эту мы, пожалуй, просто... скинем в утиль. Вот так вот. Угу. Ну и вот он нам говорит что-то добыть, видимо. Или что? Нет, это какая-то система телепортов, видимо. Так. Что-то построите. Отремонтируйте. Да. Кусок древесины. Давай тогда копьем с руками дерева, как мы это любим. Отлично. Это было у нас раз. Немножко древесины. Погоди-ка. Что-то как-то с этого дерева мы вообще ничего не получили. И давай тогда, не знаю, сломаем щит. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. А, пожалуй, топорики мы тоже скинем с себя. Так. Вот это и вот это. И вот это тоже. И куча-куча-куча разных веток. Так, и вот у нас есть теперь вот такой вот домик. Смотри, можно приготовить еду. Может быть, в дальнейшем можно будет садиться на бутылку. А, нет, ну, может быть, на эти шкуры. Но, опять же, я бы предпочел сюжет. Вот этому всему. Нормальный, такой толковый сюжет. Может быть, даже на линейных каких-то узких локациях, где нас ведут за ручку. Но, вот это меня как-то совсем не вдохновляет. Так, Ирон Ор. Отлично. Так, ну, смотри. В принципе, мы тут добыли ресурсов. И, теперь нам говорят встретиться с каким-то NPC. Давай тогда, может быть, выставим свои копья, чтобы их уже метать во всех врагов, которых мы будем видеть. Так, и, пожалуй, да. Я думаю, мы готовы. Мы готовы, мы готовы. Интересно, а тут увеличивает что-то урон от дальних атак? Вроде бы, кажется, что-то такое есть. Здоровье и стамина, скорость и крит-шанс и увеличивает просто урон. Хм, нет, кажется, нету. Ах, ты ж, скотина. Куда она улетела? Вот она. Вообще, обрывки кожи нормально так даются за убийство оленя, поэтому давай его попробуем убить. Так, это был у нас олень номер один. А вот у нас олень номер два. Так, ребята, что вы тут делаете? Отлично. Давай его забивать. Ох, ты ж, господи. Хрена ты какой злой-то. Все, все, все. Судя по всему, мы двоих убили и кабана. О, господи, что с тобой, кабанчик? Смотри, как его растянуло. Бедный кабанчик. Так, человеческая рука. Я без понятия, правда, что с ней делать. Так, это же не форест какой-то, чтобы ее там вешать на какие-то столбы и, в общем, вытворять что-то с ней. Так, ну, мы можем приготовить еду. Так, приготовленная ящерица. Это уже отсылка к первой части. Так, где она у нас тут? И да, если вы не играли в первую часть, то я вам настоятельно рекомендую это сделать. Подожди-ка. А, давай, наверное, ее выставим вот сюда. Вот он. Даже анимация та же. Вот же сволочи. Значит, сюжет они перечеркнули, а вот это оставили. Так, уж, боже мой. Судя по всему, это была плохой идеей. Господи, господи! Да, он нам быстро показал, кто тут главный. Поэтому, давай, может быть, я не знаю. Вытащим с него хотя бы копья или уже добьем. Смотри, у нас тут довольно много всего, поэтому раз, два. Не, ну, можно, конечно, покидать него, оружием будет. Где он там был? Кажется, в другой стороне мы умерли. А на карте это показывается место? Нет, не показывается. Так, ну ладно, он был большой, поэтому... Ты ж котина какая! Так, вот, шкура, что-то там ржавое выпало. Так, и вот, смотри, этот медведь, медведку. Так, и он сразу к нам бежит. Получай, скотина! Так. Ах, ты ж, блин, на него не действует отбрасывание, зато оно действует на нас. Тихо! Да что ты, дай мне отойти! Хотя бы, дорогой мой. Так, раз! Отлично. Я не понял, кто это сказал, но, возможно, медведь. Ах, ты ж, блин, не попали! Не попали! Бандит, спаси меня! Бандит, бандит, давай, 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 делай атаку! Во! Теперь они будут сражаться вместе. Ну, в смысле, не вместе, а против друг друга. Я надеюсь. Ах, ты ж, скотина! Бандит, за что? Смотри, а мы можем поднять оружие? Судя по всему, нет. Но у нас осталось раз копье, два копье и три копье. Отлично. То есть, добить, я думаю, мишку мы сумеем с таким запасом. Так. Сейчас тогда подбежим поближе. Смотри, там какие-то сферы. получай взад, скотина! Так, еще одно. И вуаля. Я не знаю, это был уровень или еще что-то, но с него довольно много всего выпало. Правда, я не знаю, полезного или нет, но все же. Так, вот у нас копье. Кто нас атакует? Не понимаю, кто-то сражается, но ты что-то делаешь? Как он быстро стреляет? Причем впритык. Да. Не, ну, кровь сделана неплохо. Жалко, что нету такой совсем мрачной расшненки, когда уже они падают, а мы продолжаем их рубить. Но тоже неплохо. Так, дубина. Синяя уже. Судя по всему, синее это более редкое оружие, поэтому... Тихо! Отлично. Так, давай добьем тогда вот этого бандита. Да елки-палки, из-за того, что... А, там был противник ближе. Копье у нас попало не в того. Вот. Теперь оно попало в того. Давай тогда бежим. Слушай, ну я даже не знаю, стоит ли с ним сражаться. Отлично. Так, смотри. Ты будешь сюда спускаться? Так, у нас есть вот такая вот дубина и вот такой вот молот. Давай тогда возьмем молот и попробуем... Блин, промахнулся! Куда он улетел? Вот он. Я надеюсь, он не сильно испортился. Тихо. 71. Слушай, ну это очень даже неплохо. По урону. Давай тогда отбеж... Попробуем отбежать! Тихо, тихо, тихо. Вот. Так. Ох ты ж, он использовал... Да елки-палки. Нет, я думал заблокирую, но... Он как-то пробил наш блок. Видимо, закончилась выносливость, либо мы тратим свою жизнь на блок. Ну ладно. В любом случае, мы можем его добить сейчас умением и уже там закидать оружием. Мишка. То есть не мишка, а кабанчик. Постой. Что у нас тут? Ух ты ж, боже мой! Ржавый, великий меч. Звучит довольно любопытно. Давай тогда попробуем подбежать. А, я тебя вижу. Отлично. Стой, стой, стой. А он взял наше копье, получается? Мне кажется, да. Он взял только что наше копье. У него же был какой-то меч или какая-то дубина. Ах ты ж, скотина! Как ты сильно бьешь! Стой, стой, стой! Ах ты ж... Творина! Ну, слушай. Конечно, урон не шибко большой. Так, так, так. 74. Да. Приметание оружия наносит куда больше урона. Так. Тихо, тихо, промахнулись. Так, подобрали. 73. Так, 51. Тихо, тихо, тихо. Так, получай. Молот. 75. У него немножко осталось. Совсем чуть-чуть. Ну, одна секунда до умения. Есть. Добили. Смотри. Ценный металл. То есть, с редких противников нам падает редкие ресурсы, кто бы мог подумать. Но, в общем-то, что это еще? Ржавый шлем бандита. Давай-ка его оденем. Все-таки не зря же мы старались. Так. А что там был? Какой-то еще шлем. А, вот. Смотри. Этот 9 дает. А, этот 13. Ну, мне кажется, он лучше будет. Так. И вот тут какой-то... Я не знаю, это бандит или... Это мерный NPC. Ух ты ж, боже мой, как тут лагает-то. Безбожно. Так. Нет. Судя по всему, это... Мирный город. То есть, это NPC, с которыми можно здороваться, общаться. Флиртовать, наверное, еще. А, заводить семью. В общем... Да. Своеобразное, конечно, впечатление от игры, но... Что ж. А на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Игра, как по мне, стала, очевидно, куда хуже, чем первая часть. Да и что уж тут говорить. Это уже две совершенно разные игры. То, что мы видим сейчас, это скорее какой-то очередной симулятор выживания. Ну, я имею в виду вторая руна. Опять добывать ресурсы, убивать оленей, добывать какие-то шкуры, убивать редких противников для того, чтобы скрафтить какую-то броню или что-то в этом духе. И, возможно, только возможно, вместе с другом игра будет играться, ну, более-менее неплохо. Но в одиночку проходить все это, ну, я даже и не знаю. Просто зачем? Тут нету, по сути, нету сюжета. Нам говорят, вот, добудь это, сделай то, покопай тут, построи это. Ну, а где сюжет? Где толковый сюжет? Его, его просто нету, его убрали. Если сравнивать, конечно, с первой частью. Но это лишь мое мнение. А на этом, пожалуй, и все. Ставьте лайки, подписывайтесь и да, пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких. Люди Воттенкельда, мы собрались сегодня, чтобы восславить одного из нас. Моложе, чем любой из достойнейших, он мудр.